В село Кагаузии продолжают реализовываться инфраструктурные проекты. В Телекангасе дорога на улице Мира много лет была непригодная для пользования. По словам местных жителей, особенно трудно по ней было передвигаться в дождливую погоду. Им приходилось брать с собой сменную обувь, чтобы пройти через ямы и грязь. Сейчас же они говорят, что очень довольны изменениями. Ну да, раньше у нас щебеночная была, ну, ямы были. Мы раньше эту дорогу сами делали, собрали по 500 лей и сделали сами. Щебен, все это. А сейчас уже, спасибо, башками сделали нормально, асфальтировали. Если бы вы видели лица счастливых людей, когда этот асфальт здесь сделали, вы бы просто все люди выбежали на дорогу, все трогали, щупали, можно сказать, даже сидели на этом асфальте, до того радовались. А как было раньше? Почему такая реакция? Ну, мне кажется, что мы эту дорогу ждали 40 лет. У нас дорога была щебеночная, камни, ямки, где большие камни, где маленькие, на каблуках невозможно было ходить. А до этого была просто дорога без щебня, мы грязь месили, и наши дети месили грязь. А вот прошло время, и наступили эти времена, когда мы тоже радуемся. У нас просто все в корне изменилось. По вечерам все люди выходят на дорогу, не могут нарадоваться. Мы очень благодарны за такую работу, потому что долго ждали, и теперь мы сможем пойти на работу, в школу, без второй обуви. Дети по вечерам катаются на роликах, на самокатах, то есть все это лежало у нас где-то там во дворе. Теперь по вечерам можно увидеть много детей на улице, которые катаются на велосипедах, на роликах. Даже мы, взрослые, катаемся на велосипедах, поэтому огромное спасибо. На первом этапе реализации инфраструктурных проектов было решено взяться за ремонт самой длинной и оживленной дороги в селе. Улица Мира протяженностью почти 2 километра была капитально отремонтирована и официально сдана в эксплуатацию. По словам жителей и по словам администрации местной, эта улица самая густонаселенная улица данного населенного пункта. И самое проблемное, потому что после обильных дождей тут очень сложно передвигаться и людям, и транспортным средствам и так далее. Поэтому мы взяли за основу, несмотря на то, что этот проект большой, взяли за основу острую проблему, конечно же, и вы видите, что спустя некоторое время эта проблема тут уже решена. В мероприятии по случаю официального открытия отремонтированной дороги приняли участие десятки жителей села. Детей встретили веселые персонажи мультфильмов, музыка и танцы. Присутствующая на торжественном мероприятии башкан автономии Евгения Гуцул вместе с детками перерезала ленту как символ открытия еще одного инфраструктурного проекта. Башкан отметила, что все проекты реализуются, чтобы создать счастливое будущее подрастающему поколению. Два, три, громко, громко аплодируют. Поздравляем всех. Сегодня мы открываем первую дорогу заасфальтированную почти 20 метров по улице Мира, но совсем скоро мы войдем в каждую улицу, в каждый дом. И то, что мы вам обещали, мы все реализуем. По словам примара села Дмитрия Кизли, проект на улице Мира был реализован за две недели. Он также отметил, что в селе ведутся работы еще на двух улицах и в течение ближайших недель также будут завершены. Наше село меняется за последние годы. Мы стараемся приносить много проектов. У нас новые водопроводные сети, канализационные. Мы ремонтировали детские сады при Марии. Вот сейчас, благодаря команде Башкана, команде Евгении Гуцул, мы быстрыми темпами реализуем три. Реализуем проект. Это капитальный ремонт трех улиц. Протяженность мира два километра. 800 метров это улица Молодежная. И 780, если я не ошибаюсь, это улица Котовского, то есть ведущая к кладбищу. К жителям села обратился и Илон Шор. Политик поблагодарил их за доверие и пообещал, что в населенном пункте будет реализован еще не один проект. Мы сдаем дорогу. Дороги это очень важный аспект, как и канализация. Также я хочу вас обрадовать, потому что в этом году мы начинаем проект тотальной модернизации дорог. И в этом году будет первое село в Гагаузской автономии, которое будет тотально заасфальтировано. За ближайшие два года мы заасфальтируем на 100% каждое село в Гагаузской автономии. Спасибо вам за поддержку. Ранее Евгения Гуцул заверила, что ее команда еженедельно будет запускать как минимум один инфраструктурный проект. А также в Гагаузе будут привлечены инвестиции на полмиллиарда евро и созданы 7 тысяч новых рабочих мест с достойной оплатой труда. В числе запланированных проектов, в частности, строительство парка развлечений Агусленд.